Девушки отдыхают И тогда я говорил о том, какое значение имеет смелость для многополярности. И сегодня я хотел бы вернуться к этой теме, потому что все мы, те, кто находятся здесь, мы рискуем очень многим, по крайней мере, многие из нас, нашей работой, нашими свободами и даже нашими жизнями. И я приведу личный пример, потому что после виртуального форума многополярности прошлого года меня пытались лишить работы. Было заявлено, что я поддерживаю контакты с нежелательными лицами. И с ноября прошлого года Госдеп Соединенных Штатов посетил целый доклад более 20 страниц мне и моему товарищу Лукасу, он тоже из Бразилии. И было заявлено, что мы шпионы, что мы информаторы, что мы используем фейковые новости и так далее. И после этого мы получали угрозы по телеграмму, угрозы от неизвестных нам лиц. И поэтому я говорю, что мы здесь рискуем очень многим. И поэтому я восхищаюсь смелостью всех, кто сегодня находится здесь. И почему такое происходит в Бразилии, в стране, которая является членом БРИКС. И я думаю, что я могу дополнить многое, что уже говорили товарищи с моего континента. Все дело в том, что мы все еще очень уязвимы с культурной, с интеллектуальной, с духовной точки зрения. Потому что мы еще не делаем той работы, о которой говорил господин Дугин. Мы не думаем о том, что нас объединяет. Мы еще слишком слабы перед лицом неправительственных организаций. Россия уже выгнала несколько неправительственных организаций. Китай выгнал ряд организаций. Индия, другие страны тоже делали это. Различные фонды, организации. Но мы на нашем континенте этого не делаем. И на наших континентах многие президенты назначают своих министров из тех списков, которые представляет фонд Сороса, Гейтса и другие организации. Это огромная проблема, потому что это означает, что происходит инфильтрация, происходит культурная, интеллектуальная диверсия. И мы не можем работать с таким подходом и смотреть в будущее, потому что сегодня мы это жертва идеологической диверсии, потому что мы еще не знаем, кто мы такие. У нас еще нет того сознания, которое соответствовало бы временам Перона, Варгаса и других людей, которые говорили о космической расе, говорили об объединении, о слиянии народов. Потому что наша Америка – это пространство, на котором сходились множество различных цивилизаций. Европа Пиренейского полуострова, люди из Западной Африки, коренные обитатели нашего континента. Да, через трагическую историю, но мы строили новую большую цивилизацию. И то, что я хочу сказать, и я в частности могу взять в качестве примера наших африканских товарищей, которые говорят между собой, которые знают о том, как вредят неправительственные организации не только в области здравоохранения, но и в области идеологии, в области половых вопросов, сексуального воспитания. Потому что эти неправительственные организации меняют левые партии, в том числе левые партии на нашем континенте. В частности, они зависят от финансирования Демократической партии Соединенных Штатов. И эти партии говорят, что я с Байденом, с Клинтоном, с Обамой и так далее, и так далее, и так далее. И всегда происходит одно и то же. Поэтому огромное спасибо вам всем. Для меня огромная честь быть здесь. И да здравствует наша Великая Родина. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...